Пи Диди был арестован 17 сентября, полиция в Нью-Йорке заключила под стражу рэпера и предпринимателя Диди настоящее имя Шон Компс. Хип-хоп артисту предъявлены обвинения в рэкете, секс-трафикинге и сутенерстве. Арест артиста произошел 17 сентября. Сообщалось, что сотрудники полиции вечером в понедельник ворвались в отель, где остановился Компс, и задержали его. Утверждается, что музыкант совершал насилие, угрожал и принуждал женщин и свое ближайшее окружение к исполнению его сексуальных желаний, защите своей репутации и сокрытию улик, указывающих на противоправные действия, пишет Форбс. Компс. Позже к этому добавились обвинения в поджоге автомобиля с использованием коктейля Молотова в составе группы лиц по предварительному сговору. Имя владельца машины не раскрывается, однако вменяемые Диди действия, вероятно, связаны с поджогом машины рэпера Кида Кадди настоящее имя, Скотт Мискади в 2012 году. Компс якобы угрожал взорвать автомобиль артиста, заподозрив его в романтической связи с его бывшей возлюбленной, певицей и актрисой Кэсси Кассандра Вентура. Арест произошел после публикации видео с избиениями певицы Кэсси в мае телеканал CNN опубликовал запись нападения Компса на Вентуру. На кадрах видно, как Компс швыряет Кэсси на пол, пинает и таскает по коридору за одежду. Известно, что происходящее датируется 2016 годом. В конце ноября 2023 года 37-летняя Кассандра в судебном иске обвинила Компса в изнасиловании. Она также рассказала о крайне жестоких и систематических избиениях со стороны бывшего возлюбленного на протяжении 10 лет совместной жизни. Кассандра заявила, что Диди подсадил ее на алкоголь и опиаты и заставлял ее заниматься сексом с другими мужчинами, снимая этот процесс на камеру. Компсу удалось уладить дело вне суда. Это произошло в течение суток после подачи Кассандрой иска. Артистка туманно объяснила, что согласилась на условия, по которым у нее сохраняется некий уровень контроля. Диди утверждал, что внесудебный договор с Кэсси неравноценен признанию им вины в обвинениях. После обвинений Кассандры последовали другие иски вслед за Вентурой. Иск против Компса подала Джой Диккерсон Нил, утверждавшая, что в 1991 году рэпер накачал ее наркотиками, изнасиловал на камеру и распространил ролик в интернете. Третьей истицей стала Лиза Гарднер, обвинившая Компса и вокалиста группы Гай Аарона Холла в удушении до потери сознания и изнасиловании. Затем хип-хоп артиста обвинили в секс-трафикинге и групповом изнасиловании 17-летней девушки, а в соучастниках указывался рэпер и бывший глава лейбла Компса Bad Boy Records по прозвищу Джо Хукер Эрвио Пьер. Последний на данный момент иск в адрес Диди был подан Талией Грейвс, которая утверждает, что в 2001 году рэпер предложил ей стакан вина, от которого девушке стало плохо. По ее словам, она потеряла сознание и была совершена двумя мужчинами, связавшими ей руки за спиной. Продолжение следует... Продолжение следует...